Он был простым человеком, которому нравилось собирать вещи. Жил он глубоко в лесу, в разваливающейся старой хижине, которую сам же и построил из останков высоких лесных жителей. И всего у него было вдоволь. Так что кроме собирания и коллекционирования, займяться было нечем. Любимой же штукой для собирания у него были жемчужины лесных устриц. Он прятался в лесу и ждал, пока уши не услышат звуки, издаваемые лесными устрицами. Как правило, найти их было несложно, потому что они были очень шумными и собирались группами. Когда он выпрыгивал из листвы, они начинали рассеиваться так быстро, как могли. Чаще всего находилась одна устрица, которая была не такой быстрой, как остальные. Он преследовал ее со старым ржавым молотком в руке, стараясь загнать неповоротливую устрицу в угол. Как только он подбирался достаточно близко, наносил самый сильный удар, на который был способен, пытаясь сразу же сломать раковину. Когда лесная устрица переставала двигаться, он переворачивал ее и собирал сокровища. Частенько он раскрывал ее так сильно, что шарнир ломался, и она оставалась открытой уже навсегда. Прежде всего, он вырезал мягкое влажное мясо из центра устрицы для того, чтобы поесть его позже. Это была самая лучшая еда, которую мог предложить лес. Он где-то слышал, что можно поесть это мясо из сыры, и иногда он так и делал прямо на месте. Но все-таки, в основном, предпочитал забрать его с собой и приготовить на огне. После того, как мясо было собрано, приходило время жемчужи. Иногда, если ему очень везло, то попадалось сверкающее, как бриллиант. А бывали и цвета солнца. Они были такими красивыми, что стоили его жизни в одиночестве в этих диких лесах. После окончания охоты он возвращался домой со всей дневной добычей. Мясо лесной устрицы он убирал в одну из многочисленных банок, в которых хранил его для будущих трапез. А затем шел к ванной. Старый, с когтистыми ножками. И высыпал добытые жемчужины тысячам и тысячам других, что он собрал за эти долгие годы жизни в лесу. Иногда, по ужинам, он брал несколько жемчужин из коллекции. Шел к стене, на которой висело грязное, потрескавшееся зеркало. Начинал улыбаться так широко, как только мох, отчего его губы трескались и обнажались пустые, опухшие десны. Одну за другой он вставлял жемчужину, сочащуюся кровью плод десен, украшавшую высохшие губы потеками красного. После того, как он заканчивал, улыбался самому себе, наслаждаясь внешним видом и думая про себя. Теперь я такой же красивый, как лесные устрицы. Он был простым человеком, которому нравилось собирать. Продолжение следует...